дорогие друзья доброго времени суток меня зовут гудмен и я рад приветствовать вас на канале посвященном играм жанра поиск предметов и сегодня нас ждет завершающая история в трилогии феномен посмотрим как решили завершить или закончить вообще сюжет и большой компании он дополнительная глава играть поехали начинается эвакуация возьмите эвакуационную карточку и не успел прочитать так мы как раз тут завершили кстати нашу игру открывать специальной камере пакет инструкций эвакуационная его код да друзья эвакуационная карточка вот она как говорить так дозатор пакет инструкции может суда карточка как-то прикольно так нас перекинули куда-то по моему место немножко знакомая может и не и нет не знаю пострадавшим от лазурной плазмы нужна помощь найдите порошок регенерации в подземной камере затем затем прочитайте это в следующий раз да еще один портал и вот я уже у башни одиночества тот текст друзья который я не успел прочитать вы уж пожалуйста как-нибудь сами там на паузу нажмите и собственно читайте так за досками что-то виднеется но просто так мне их не снять змеиная шкура дозатор и пакет инструкции тут какие-то руны о первая попытка эвакуации не была завершена пометите кольцо в углубление ага все смойся так это чё такое украшенный блок когда ли лопатку чтобы добраться до входа в часовню я должна найти лестницу замок сломан и любопытно где что покопаться там можно может лопатка как бы для других целей в этой игре нет копаться может не обязательно о точно вот здесь она сразу сцена поиска это видимо горшок который нужно собрать так где-то еще есть какая-то а вон что-то еще и где-то еще кусочек а еще нужен клей так а где же у нас клей а клей чет я не вижу а как там переместиться куда-нибудь дальше или здесь нет такого перехода нет скоробей где то есть медведь медведь но пока ищется пока ищем куда перейти мы тут же половина предметов по сути дела нашли так ладно давайте искать вот этот переход так здесь где-то спрятан каштану каштан скорее всего где-то по чем-то зачем-то в чем-то ой что уж я делаю такое каштан где швы каштан деле где швы каштан то могли спрятать вот здесь могло быть а вот чем-то в данном случае хорошо ключ лягушка молоток корона лезвие бритвы я те сразу заприметил рыба роза шишка рука голова герб а лягушка была по моему да ишь минут они шишка пышку я уже вроде нашел так это не та голова на ладненько будем искать дальше вообще я вчера про это говорил многие предметы здесь они не совсем находятся вот как-то знаете вот они выделяются они немножко даже не по цвету наверное как-то вот расположены в таких местах куда в принципе они ну где они не должны находиться и многие предметы вот таким образом можно даже без чтения вот этого списка найти не все конечно но многие я допускаю возможно я не знаю я не проверял и проверять наверное не буду естественно но я могу предположить потому что здесь некоторые предметы тоже не совсем корректно лежат и мне кажется что возможно при повторном прохождении возможно я допускаю такую мысль так раньше частенько делали список список получается рандомно генерируется то есть в зависимости от вашего прохождения у вас будет разные этот разный список предмета для поиска но это не точно это мое предположение и возможно она будет неверно скорее всего даже неверно но я бы мог так по крайней мере объяснить вот некоторые вещи которые вот допустим этот сапог он явно здесь не должен лежать то есть как тут он не смотрится тут и если бы действительно здесь была такая возможность реализованному что на реализована повторюсь я не знаю я не проходил повторные проверять тоже не буду но может быть кто-то из локализаторов или кто-то кто проходил игру дважды или просто проходил один раз но помнит что было тогда вот отпишется даже интересно но скорее всего конечно же нет а к сердце крепичный ключ и перрон а еще лом и коту и ой 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 вот совать здесь тоже как-то хотя дракон может может здесь этому и место а перо есть тут не понимаю что ну что-то не то воронка у меня тут самый наверное сложный предмет вот я думал это кубок будет а нет это не кубок лом код и перо перо стойте а я что-то другое искал лом код и перо не понимаю что это что такое тоже не понимаю да странно что кота не видно вот хочется отметить что с на поиска здесь неплохо реализовано хотя опять же объективная не могу судить потому что я играю на непривычного цити первой только что нашел на маленьком экранчики не на большом нетом как-то сразу он увид на был и код кстати а то же тут нашел на маленьком экранчики Может я и лом там найду Все-таки разная палитра как-то позволяет Немножко по-другому взглянуть Вот на эти сцены поиска Там более насыщенная такая, красивая Здесь более блеклый у меня на том На втором мониторе И как-то по-другому это воспринимается Все Я думаю там бы я быстрее наверное искал Да, на маленьком экранчике Все, уточни да На 4К мониторе на маленьком экране я все нашел Вот что самое забавное Так Ключ от сундука Вряд ли это то что мне надо Забавно что я этого опять не видел Это видимо Вот эти руны Мачете может тут Честно Мачете для этого не очень подходит Так Молоток и долото Вряд ли это новое я чё-то не понимаю тогда слушать у нас уже это делать-то нечего может это какая-то локация есть может надо высечь что-то так а теперь в правильной последовательности я наверное должен к нему так и идут по порядку так ладненько что у нас тут придется искать ключ один сундук открыл новый появился просто супер как-то кожи перекинуть его нет и потянуть на себя так спички мой путь преграждает решетка что-то еще можно было взять я четко это видел а еще не хватает обломок лапы так как снять крышку я не знаю одной плитки не хватает каменный зверь линяет я слушайте надо проверить сюда конца тут что-то еще может быть чтоб потом не ходить не думать так 2 статуэтка это мы уяснили наверху ничего тут надо еще одна змеиная шкура тут ключ в этой части по моему все на первой локации осталось найти кругляшок и возможно эти штуки загорятся надо будет ну в принципе все только здесь получается как бы начало здесь несколько моментов поднять люк пока не знаем как нужно вернуть ручку на место так здесь не хватает головы у нас это появился напильник то есть им где-то явно можно поработать так тут мы знаем тут голова там тоже что там ладно эй аккумулятор пока явно здесь негде его использовать ну теперь уже должно загореться взяла так 2 статуэтки у нас тут было место какое-то вот здесь по моему моим это последнее действие на этой локации и больше здесь делать будет нечего так дорожная плитка отсюда так в башню одиночества тайны персидская статуэтка помогла мне понятно так короче три символа ой тут что-то непонятное последний как крючок я вижу похоже честно сложно будет такое найти по-моему такое да потом какой-то непонятная фигня короче вот она ручка честно бонусная глава довольно видно разработчики довольно расхлябанно все это дело посмотрите мы все действия сделали на локации как было в основной главе было много локации там не 2 не 3 не 4 даже под 5 под 6 а то и больше по самому такому главному пути еще оставались какие-то моменты что можно было делать то есть там действительно путали здесь как-то просто все на одной локации все действия выполняются и все довольно как-то дешево это сделано не знаю может мне так кажется но по-моему так она есть еще две-три локации как бы это можно будет двигать на первую будет наверное все пазл который был помните два раза в это основной голем так обломки нейтрализатора и так понимаю инструкцию нас тут находится на я как-то даже не читал так пусть как бы смотрите опять и действия завершены вообще делать нечего 4 локации было но если первую брать 5 новый пак локации где мы уже были алтура вы знаете как я отношусь к разработчикам которые очень часто используют локации из основной главы халтур щеки своя миссия продолжается готовь капсулу жизни халтур щеки так уже много где копались просто то есть тут только одно действие вы серьезно а такую локацию принц почу париться на локация это готово можно поэкономить другой страны это и логично что много действий нет потому что потом на дне глобуса есть доставай что мы здесь сделать много не сможем потому что мы тут уже как бы копались неплохо копались да много информации мне это не дает как отсюда выйти да друзья вот и ступор вроде все локации обошел а делать нет зацепились за что-то стоп а я что ты раньше не видел что ли так мы взяли балку мы взяли штатив так мы взяли балку мы взяли штатив вот и племя вот потому что то на в принципе была в основной главе ладно давайте искать ищем звезду в первую очередь надо нарисовать я так понимаю так ищем кстати помню что на этой локации я очень долго искал по моему скальпель я вчера не ничего не перепутал ну-ка тут есть предметы которые мне не нравятся уже да нет смотрите тут большая часть ну как-то здесь так принципе неплохо спрятано так а здесь кстати нет ни одного предмета с каким-то действием так тут какая-то куча мало так это микрочип наверное аппарат это трость вот зажигалка мешок со льдом любопытно как он тут интересно нарисован уже тут что-нибудь нет радио еще осталось так все емкости будем нажимать друзья как они мешок обрисовали я пока не понимаю так и и и и и где-то радио здесь есть вот он наверное так а радио а вот радио сверху ну честно было не сложно здесь по крайней мере посмотрим как здесь будет тут какая-то вещь мне не нравится сразу пинцет и фиалка блин пинцет такой предмет красивый нашли может быть не вроде нету этого так термометр спиртовка ничего с этого так вот спиртовка будет наверно так ингалятор лупа и фиалка что это лупа нет ни там а вот здесь лупа вот в этой куче что-то еще вполне может быть он тут что-то вот фиалка наверное так остался термометр друзья термометр понимаете может быть разный может быть настенный термометр может быть обычный ртутный термометр такая вещь специфическая особенно в современном мире что мы взяли заготовка криптекса зачем мне это надо вот это кстати нелогично было там было что-то вообще про какой-то порядок написано люк без ручки нет все равно смыть тут что-то нет что-то было еще по-моему нет так тут мы точно не знаем что делать даже не знаю нам не тот криптекса деть он туда бы его поставь эту елочку но как-то вот эту надо убрать когда открыть в специальной камере и специальной камере явно не здесь так криптекс друзья что такое криптекс что такое криптекс а ручки у нас нету либо я какой-то предмет просто где-то не взял на какой-то локации то есть лежит себе валяется а я его не вижу здесь какая-то карта очевидно тут стене мы взяли экскалатор работает елка вставляется здесь там что-то откроется она надо убрать как-то вот эту штуку в библиотеке все-таки они все изучил тут как-то пустынно очень подозрительно может криптекс не знаю с этим поможет справиться я не знаю как это убрать так может туда криптекс нет попробую все потому что идеи пока нету там что то есть на дне пока на дне только мы здесь явно нужна лестница здесь нужно ну правда зачем мне эта пробирка я пока тоже не очень понимаю то есть пробирка и пробирка и что мне с ней делать то есть у меня какой-то ступор а я еще жаловался друзья что по локации дают нам вот вам и вот вам и ситуация жесткость просто какой-то будем крипты вставлять на блин тут все можно использовать ничего не подходит что за дичь такая может чё какая-то локация доступна о а где это я ох ты ж блин я и забыл про тебя смотрите тут еще локация хорошо что карту посмотрел так там что-то с проволокой еще одна сцена поиска это не может не радовать значит еще какое-то действие так что такое ручка с фонариком и тут как бы все на этой локации такие пустынные локации честно надеюсь поиск будет быстрый заметьте друзья даже интерактивные вещи пропали то есть про лентяйство повторной локации пошли ну то есть вы меня поняли нагадка подойдет это да 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 здесь многие предметы друзья не просто видны я причем еще даже не читал то что внизу написано просто вот пробежался по предметам которые мне немножко смущают так что осталось муха сабля арфа домкрат домкрат я уже вижу сабля вот муха и арфа окно арфу тяжело спрятать по идее вот муха это такое дело блин действует гигантская муха так теперь опять тот же фокус делаем здесь с предметами которые мне кажется наложены сверху просто на картинку змеюка явно выделяется туфелька здесь не к месту как забавно так друзей скачу и так раньше не искал так ладно что осталось топор стрека за утюг так утюг вот топор вот и 5 мелкая пакостное насекомое на это кстати тоже говорит мне совсем качестве на работе если я так друзья вижу предметы которые сверху наложены на основную картинку это уже говорит о том что халтура есть халтура так а назад нас уже не пускают вообще как бы на этой локации все получается то есть но у нас появился круг который наверное подойдет здесь так мы берем лестницу мы избавляемся от ёлки специальная камера а Продолжение следует... То есть... Ничего не берется здесь... Непонятно... Как толку что это открылось? Я ничего не понимаю... Ручка... Ручка с фонариком не отсюда... Так... 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 Ничего не понимаю, друзья... Вот это реально я не понимаю... Что вы... А стойте... Липтек снизу, наверное... Как в первой части, как в основной главе... А там такое было... Поехали... Так... Это на штатив... Потом... Вверху... Водички долить... А... Ниску... Помешать... Да... Тихо... У вас есть ее? Почему? Софига во всеiled... Сверху... Продолжение следует... у меня есть еще одна пластина вопрос куда дальше идти сюда получается так вот странно смотреть а блин 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 как тяжело когда смотришь в одну сторону а мышка просто интуитивно пользуешься на община другом экране даже не смотрю за ней саша диджу речь-то саян плазма контроль санта его грейт нюз до саян плазмазвен училась она еле было но как но как ты находишься в патруль они строили да я не только не утратил плазма но я смогу создать капсулы они уберут эффекта плазма здесь спасибо я не думаю что я бы не прожил но как ты даже пришел сюда без бот мит мит Это показал мне, как использовать порталы. Но сейчас я потребую бутылку. Я думаю, что я увидел один за последней базе исследования. Особенно, Ива. Вот, сэр. Вы должны также иметь живопису. Они настоящие? Я думал, что это просто теория. Эти капсулы созданы для создания регенеративной реабилитации в организме. Я чувствую себя как молодой человек. Так, вы будете писать историю о Си-Ан-плазма? Я много хочу писать, это точно. В таком случае я вернусь в кастле, я вернусь. Можем я путешествовать с тобой? Конечно! Вы приходите домой. Эта база исследовательская реабилитация для всех людей. И вся слава достанется нам. Типа мы сами все сделали. Вали-вали отсюда, а мы тут сами будем заниматься делами. Хримен и я готовы идти. Сейчас все враги могут приехать сюда. Стоя человек имела себя как ты. Как построено? Мой сын живет! Да, герой первой части, скорее всего. И он не ждёт, чтобы тебя увидеть. Я должен идти. Запятую не поставили перед А. Ну вот, собственно, друзья, и вся история, ничего особо интересного не было, причем я отмечал и повторю еще раз, разработчики знатно схалтурили, то есть большая часть локаций была не новой, ну или не большая часть, половина как минимум, и в принципе ничего интересного не было. Две сцены поиска, по-моему, ни одной головоломки, ну если только не считать вот эти вот рецепты, по-моему, это не головоломка, а просто повтори за мной. Вот, в целом, довольно слабенькая бонусная глава, которая не добавляет твистов основной главе, и в целом, серия довольно специфическая, но повторюсь опять, в плане геймплея мне понравилась основная глава, мне понравилась и первая часть, и вторая, то есть, что вот много пространства, много локаций, и много действий, которые можно сделать. В целом, игрушка скорее на любителя, чем для какого-то фаната или поклонника этого жанра, но если вы любите что-то немножко футуристичное, без такой акцентированной, интересного сюжета, то, в принципе, я могу вам эту серию целиком посоветовать. Все, друзья, большое вам спасибо за просмотр, что посмотрели все три части Феномена, играйте только в хорошие игры, всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok